Пересматривать это решение нет никакого смысла. То есть можно требовать от судебного пристава исполнителя, чтобы он шевелился. Это один вариант. А другой вариант это попробовать пойти с новым иском по причинению ущерба. То, что вы не получили эти деньги, а это обязательные платежи, то есть решения судов на всей территории Российской Федерации должны исполняться, безусловно. То есть это ваш доход, он не получен. Ну вот такая вот позиция. И что касается банкротства, ну если это действительно было, то оно проходит в двух вариантах. Это добровольное и принудительное. Добровольное, когда сама фирма пишет, больше не могу работать, сил нет, я банкрот. И пишет заявление, пожалуйста, признайте меня банкротом. В этом случае они должны доказать, что в их действиях нет умысла, что они специально деньги не выводили и так далее, и так далее. То есть в деле о банкротстве, ну для справки, вы должны были участвовать в качестве кредитора. И в связи с тем, что ваш адвокат этого не сделал, я как специалист оцениваю его действия умнышими в мире. Потому что он как специалист не мог не знать, что вы являетесь кредитором фирмы. Редактор субтитров А.Семкин